китайские паровые булочки бао цзы в этот раз со свининой но могут быть чем угодно и так начинаем готовить 500 грамм муки 405 типа 7 грамм дрожжей 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сахара я положу столовую ложку от чего они могут быть чуть чуть сладковатые но мне как раз нравится именно так вообще сахар нужен конечно для того чтобы подкормить дрожжи они для того чтобы он чувствовался дрожжи кладем первыми потом муку и потом соль соль убивает дрожжи поэтому чем дальше друг от друга не расположены тем лучше конечно это все сейчас перемешается но здесь как батарея знаете рядом сидишь вроде тепло а если положить на ней руку можно и обжечься в общем 250 грамм воды это довольно много тесто должно получиться более крутым если вы хотите сделать их классическими и 2 столовые ложки ну сейчас почему-то чаще всего кладут сливочное масло считая что это вкуснее хотя аутентичнее вот именно тогда со свиным жиром вымешиваем это все до однородного состояния сколько минут восемь-десять и выматываем это все шар оставляем на расстрой на расстойку пока не увеличится вдвое вообще после приготовления уже этого рецепта я говорил с аутентичным куда уж больше китайским поваром и он не рассказал о рецепте вот то что он считает самым правильным рецептом тесто для бао дзы там будет ну все очень по-другому в общем я обязательно приготовлю это будет бао дзы с курицей если вам интересно пожалуйста подписывайтесь на канал будет это довольно скоро но в общем продолжаем готовить итак когда тесто взошло вдвое его уминаем и оставляем еще минут на 10 в это время нарезаем лук репчатый и лук зеленый здесь обязательно можно конечно взять джуса или дикий чеснок но это отдельно в общем от зеленого лука отрезаем белую часть и кладем ее в белый же лук также подготавливаем довольно много чеснока где-то на 456 зубчиков зеленую часть тоже режем мы все это будем жарить но все это будем закладывать по не сразу вог если у вас чугун и вот так вот его вытираем не моем разогреваем до дыма добавляем масло и начинаем жарить белого лука у меня мощность печки три с половиной киловатта вообще-то я не видел вог станции меньше семи с половиной киловатт видите гореть начинает моментально даже у меня то есть скучать здесь некогда сначала закладываем белый лук потом чеснок через несколько секунд зеленый все это обжариваем буквально минуту все в это время занимаемся соусом что не обязательно с ним намного вкуснее примерно сантиметр имбиря ну здесь уже конечно над вашего вкуса более того скажу что соус уж точно не обязателен в этом блюде и можно его заменить да каким хотите от прозрачного вот это кисло-сладкого до кетчупа ну кому что нравится в общем мне нравится вот такой простой но довольно агрессивный чеснок острый перец имбирь и светлый именно светлый соевый соус ну и немножко кориандра конечно же что как бы объединить эти вкус вообще чеснок кориандр и соевый соус это уже хорошо но и с перцем это прекрасно в общем то можно если считаете что это слишком ядренно даже добавить сюда воды ничего страшного то есть здесь уже ориентируетесь на собственный вкус конечно может делать и довольно сложный соус в общем что-то я отвлекся делаем там и бао дзы они соус это ставим пусть себе настаивается полкило свининки обязательно черный перец ну черный перец это вещь которая усиливает вкус сюда я положу одну столовую ложку темного соевого соуса или можно положить две столовые ложки светлого и две столовые ложки рыбного соуса что в общем то дает очень хороший свой вкус в общем то по классике очень часто точнее добавляется сюда еще такая приправа 5 специй называется китайская я ведь взял где-то чайную ложку креветочной пасты что совсем не обязательно и немножко сладкой паприки но скорее для того чтобы она дала цвет потому что вкус вряд ли почувствуете я сегодня не захотел добавлять 5 специй мне кажется здесь они не очень даже и к месту а вот в курином фарше это будет еще раз подписывайтесь будет классно теперь важно в курином говяжьем бульоне или просто воде разбавляем две три столовые ложки крахмала и начинаем вмешивать это все по чуть-чуть в фарш мешаем в одну сторону чтобы появлялись нити то есть нам надо сделать гидроскопичный фарш чтобы в нем как можно больше влаги находилась но если мы положим слишком много влаги то тогда начнет расслаиваться и в итоге станет еще более суше чем без без воды вот так вот видите должно получиться когда но трясешь это это все как желе значит влаги достаточно то есть больше уже не не влезет да и лучше конечно когда фарш ну хотя бы не теплый то есть в общем то должен быть из холодильника иначе расслаивается намного быстрее в общем то это не только в этом случае например когда вы делаете люля кебаб ситуация та же самая снова отвлекся и так берем наше тесто и делаем вот такие шарики где-нибудь с куриное яйцо ну в общем то можно сделать чуть больше можно сделать чуть меньше тут уже зависит до от того какого размера пирожки вы любите раскатываем это в какой-то блинчик и дальше вот традиционная технология это должно получиться похожей на шляпку груздя то есть из центра толстая а краям потоньше это можно сделать вот так довольно просто видите каталочкой кладем фарш и за закрываем закрывать можно как угодно вариантов куча открытые закрытые в виде манты в виде еще чего-то мне не очень нравится лепить да и есть я хочу поэтому ведь у меня они не самые красивые но тем не менее то есть делаем открытую а можно делать вот так вот как обычный хинкали просто защипнув и оторвав лишнее лишнее тесто дальше нам останется только это все приготовить на пару сразу же вот так вот можно закладывать надо на кусочки пергамента чтобы не прилипало закладываем это все в холодный мантыскан и пусть там постоит минут 20 на расстойке чтобы чуть-чуть увеличилось ну все-таки мы делали дрожжевое тесто для чего-то заливаем холодную воду и так вот прямо оставляем это все пусть стоит после 20 минут включаем максимальный огонь как только пошел пар ставим его на ниже среднего 20 минут варим и здесь очень важно здесь очень важно не открываем крышку выключаем и не открываем крышку это должно простоять еще 10 минут под закрытой крышкой иначе они осядут и вот после этого посмотрите-ка какая красота открытые хорошо тем что прямо внутрь можно залить соус им наслаждаемся обязательно обязательно приготовьте бао дзы но сделайте это с удовольствием а кушайте с аппетитом всегда ваш олаф руф до свидания и до новых рецептов